Ларен Царне здесь, на сцене, феврное кино. Мы так рады, что вы с нами. Спасибо вам большое за эту премьеру. Hello, would you like to tell something to us? Хорошо, спасибо большое. Хорошо. Я вне субстанта. Привет. 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 Какой ты? Мой зовут Алексей. 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 Как мой брат. Мой брат, он Алексей, тоже. Я его ненавижу. Я жаль. Я жаль. Я надеюсь, что я против. Это круто. Доброе утро, Алексей. Как мы, может, будем оставаться с людьми? Спасибо. Спасибо за то, что вы так много в кино. Садитесь, садитесь. Находите свои места. Мы ужасно рады, что вы здесь, в таком большом количестве, пришли повидать нас. Я рады, что я приехала представить этот фильм в Петербурге. Я с вами был представлен этот фильм в Петербург. Здесь, в同ом времени, который президент Президент Франции. Я одновременно представил этот фильм с президентом Франции. Таким образом, мы не успели бы подарить авиацию. И спасибо тебе, Ларон Сарне, у которой здесь родственники в Петербурге. Абсолютно нет. Три квартиры? Нет. Три квартиры, нет. Я не имею никакого квартиры. Это первый раз в России. И у тебя очень красивая город. Да, у нас классный город, друзья! Конечно! Я рада быть здесь. Я рада быть здесь. Я рада быть здесь и приезжать с молодым актером, который дебют. Дани Бун. Нет, у меня нет ни трех квартир. Вообще, я первый раз приехала. Но я счастлива, что я здесь. И я привезла с собой молодого начинающего актера, никого не известного, которого зовут Дани Бун. Я рада быть здесь. Я рада быть здесь. Я рада быть здесь. Я рада быть здесь. Мы снимали вместе фильмы, которые называются «Жмот». «Жмот». Да, сквалыга такой, да. Потому что «Жмот»… Это, кстати, тот самый жаргон, в котором строится диалоги. «Жмот»… 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 «Жмот» и «Жмот» — это не так же. «Жмот»… «Жмот» — это совсем разные вещи. «Жмот»… «Жмот»… «Давайте покажем наш «Жмот», «Давайте расширять мостейный аппарат наших актеров». «Жмот» — это вещь, это словос. Шмот, это такое слово, которое может означать практически все. Есть вопросы, друзья? А, 3h15. 3h15. Ensuite, 1h30. Et 3h15. Потом будет небольшой перерыв и 3h15 минут еще. Mais он будет еще один день, когда вы выходите. Но все равно у вас были ночи, поэтому когда вы выйдете, будет еще светло. Нет, нет, он делает 1h40. Нет, если честно, то 1h40. Еще вопросы? Макрон, приезжай. Ну, Макрон, мы сделали проекцию, я видел Макрон, мы сделали проекцию Аль-Elysée. Он видел фильм, он очень любил, и Бриджит тоже. Нет, он уже посмотрел, он заказал специальный показ, устроил фильм в Иллисейском дворце, Резиденция Президента. Ему очень понравилось, и его жене, Бриджит, тоже понравилось. И надо сказать, что самым родом, вот из тех мест, откуда герои фильма, вот эта вот семейка? У меня есть вопрос, где нужно жить, чтобы стать таким же успешным дизайнером? У меня есть вопрос, где нужно жить в мире, чтобы стать такой успешный дизайнером? Ну, ничего, нет, вообще нет, ну как есть, хорошо жить в крупных городах, потому что люди нужны взрослые У меня есть вопросы. Я писала его и переделала несколько лет. А вот сами снимки продолжались в прошлом году, с мая примерно до середины августа, то есть чуть больше двух месяцев. Мы снимали в Париже, в nord de la Франция, и в студии, в большой студии в Париже. Мы снимали часть материала в Париже, часть на севере Франции, а часть были в студии, в павильонной снимке. И мне очень повезло, в этом фильме, я нашел, наконец, замечательного отца, Пьера Ричарда, чудесный актер, который очень известен в России, во Франции, и, к сожалению, меньше. И мне очень хотелось работать с ним, потому что я, так же, как вы, вырос на его фильмах, «Невезучий» и другие большие комедии. И сейчас ему 83 года, но когда он приходит на съемочную площадку, ему хочется только одного — смешить, забавляться, получать удовольствие от съемок. Он как ребенок, он человек без возраста, и поэтому работать с ним было чистое удовольствие. Спасибо. 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 У вас фильм 16+, у вас фильм какой-то « Олала»? У фильмов есть 16 лет. Да, не совсем. Нет « Олала». Да, « Олала»! Потому что на офисе, когда есть ребенок, это достигнет, или нет? Но в смысле перевода, там немножечко есть такой сленг молодежный, поэтому там вот такие слова, которые, может быть, будут покажаться немного смелыми. Но вообще во Франции у нас маркировка 4+. Может быть, это отметка, которую поставили в фильме. Во Франции в школе ставят отметки по 20-бальной шкале. Может быть, это 16-20. Крепкая пятерка. Спасибо. Поздравляем вас с петербургской премьерой. Желаем вам новых творческих успехов. И расскажите, пожалуйста, были ли какие-нибудь забавные, курьезные моменты во время съемок? Что вы можете вспомнить? Есть много моментов, много моментов на съемках. Потому что это метод работы Дани, с ним всегда смеются, с ним всегда легко. Всегда съемочный коллектив образует такую семью. Поэтому вспомнить хочется многое. Но не хочется вам все это раскрывать. У вас будет небольшой сюрприз после окончания фильма. Если вы останетесь до конца, то вы поймете, какая атмосфера царила у нас на съемочной площадке. И когда ты приходишь наконец на съемочную площадку, после долгого написания сценария, когда ты собрал самых чудесных в мире актеров, которые готовы проявить себя самой лучшей стороны, для того, чтобы доставить удовольствие публике, для того, чтобы сделать уникальный фильм. Конечно, хочется, чтобы это пришло к людям и было оценено. Какие планы на будущее и какой фильм будет в следующем? Спасибо большое. У меня много проектов актерского участия. И я пишу новый сценарий, но я пишу довольно долго. Вообще съемки начинаются, у меня еще будет большая работа в августе, которая начинается, это пьеса известного французского драматурга, комедиографа Фейдо. Пьеса называется «Индюк». То есть вот такой вот человек, которого используют все, кому не лень. Такой, простофиля. Фейдо – это у нас как Чехов, только побыстрее, побойче, поживее. И все время двери хлопают, кто-то вскакивает, кто-то ошибается дверью. Какие-то все время комические ситуации и такой бурлеск-любовь. А так Чехов. Фейдо – это у нас как Чехов. Замуж на два дня с Дианой Крюгер. Я ел пирожки. И это очень хорошо. А в московском московском пробе, это был ад. А остальное все хорошо. Мы выезжали из гостиницы. Мы выезжали на съемочную площадку, снимали около часа, потом четыре часа возвращались. И в какой-то момент приняли решение снимать прямо в машине. И в общем, мы приехали из Москвы, в этот раз на поезд, на Сапсани. Потому что мы хотели посмотреть пейзаж, мы не хотели быстро прилетать с самолетом, когда ничего не видишь. И пейзажи, местность, дома – потрясающие. Мы все время фотографировали. И вот мы приехали на поезде и обнаружили такой удивительный, замечательный город столичный, прекрасный. И со своим настроением, со своей загадочной русской душой, я начинаю говорить как наш президент Макрон. И вот мы приехали на поезд, на поезд, на поезд, на поезд, на поезд. И это город, в котором жило столько замечательных людей. Например, здесь жил Растропович, которым я очень восхищаюсь. И здесь был его большой дом. И вот только что я озвучивала, я говорила за Растроповича в документальном фильме, который снял на нем большой художник, большой режиссер-документалист Брюно Монсажан. И я по этому поводу читала дневники Растроповича. И я как будто побывала с ним в этом замечательном городе. Все-таки давайте запустим фильм, потому что по программе потом другой фильм. Иначе получится, что мой фильм придется остановить на середине, чтобы запустить американский фильм. Что ж такое? Спасибо большое. Ну что ж, друзья, приятно.